Вечер добрый, мы в прямом эфире. Это подробности недели. Мы продолжаем. У нас сегодня необычный проект, ночь выборов, когда, на самом деле, искренне вам скажу, сложно предсказать, что будет каждую последующую минуту в эфире. В любом случае, я уверен, что гости к нам уже приехали. Гостей я могу представить. Александра Кужер, представитель Баскевщины, Вера Ульянченко, партия «Заостоп». Спасибо большое, что к нам приехали, несмотря на поздний час. Я готов буду с вами сейчас поговорить. Буквально через несколько минут у нас есть сейчас на связи Мариуполь. Там Вадим Мукасиенко, председатель окружной избирательной комиссии. Это 57-я комиссия. Вадим, спасибо большое, что дождались. Я хотел вас спросить. У нас, на самом деле, внимание все приковано к Мариуполю, потому что прифронтовой город, потому что город, где ситуация сложная, где обещали, ну, дай бог, чтобы этого не было, но тем не менее, были прогнозы, обещали и теракты, и провокации. Какая у вас ситуация, какая у вас обстановка, как сейчас у вас? Добрый вечер, студия. Сейчас у нас спокойно ждем представителей участковых избирательных комиссий с итоговыми протоколами. Ну, начинался день не совсем спокойно. В 8 часов утра по открытию открылись все 116 участковых комиссий, входящих в наш 57-й избирательный округ. Ну, были звонки из комиссии из восточной окраины города о начавшихся обстрелах. Ну, правда, потом или привыкли люди, или прекратились обстрелы. И пошла такая, ну, штатная работа. На данный момент цифры явки отправлены в ЦВК, и идет обработка протокола участковой комиссии, подтверждающих эти цифры. А у вас есть вопрос, пожалуйста? Какая явка по Мариуполю? Какая явка по Мариуполю? Александр Кужин спрашивает вас, какая явка по Мариуполю? Какая явка, я слышу, да. Значит, я узнаю, Александр Кужин. Значит, явка по Мариуполю составила около 30% от имеющих права. Да, по голосу узнал. Ну, и вы представили. Спасибо. Спасибо большое, что были с нами на связи. Ну, около 30% явка по Мариуполю. Ну, в этих ситуациях, в боевых ситуациях, в принципе, 30% это тоже хорошо. Спасибо большое. Давайте вернемся к разговору. Александр, скажите, я понимаю, что вот где-то буквально там в течение часа вы должны получить, ну, Батьковщина должна получить результаты параллельного подсчета голосов. Вы ожидаете, что цифры будут отличаться от того, что принесли экзит-полы? Ну, во-первых, я хочу сказать, что штаб не закрыт. Как там говорили, это пресс-центр, журналисты расходятся. Штаб работает полностью, и все депутаты работают. И кроме этого, мы на связи постоянно и со всеми областными организациями. У нас все депутаты закреплены по областям. Мы прозваниваем до районов. Наверняка вы знаете цифры. Чего вы ждете? Ждете ли вы цифры отличных? На самом деле, чего мы ждем, да? Мы все, по-моему, вся страна ждет обновления власти. Ждет нового парламента. Поэтому мы достаточно, у нас нету никакой нервозной ситуации, посмехиваний там или истерик. Мы очень уважаем выборы украинского народа. И абсолютно всем благодарны за участие в выборах, а особенно своему избирателю низкий поклон. И мы единственное, ставим задачу, каждый голос сохранить. Потому что одно дело проголосовать, а одно дело голоса сохранить. А есть какие-то попытки распущить ваши голоса? Ну, сказать, что что-то резко изменилось от выборов, которые были раньше, невозможно. Но, во-первых, первая отличительная черта, я не знаю, говорили у вас здесь или нет, наверное, за все выборы в парламент это самая низкая явка. И это надо признать, и это надо делать всем политикам выводы, насколько вот эта вот политика унижения парламента и разочарования людей в той политике, которая пришла после Майдана, в общем, имеет достаточно серьезную ситуацию. Во-вторых, для себя команда Батькевщина ставила задачи и ставит одни и те же. Скажите, вы в коалицию пойдете? Вот главный вопрос. Я хочу сказать, что сегодня нету такого понимания коалиции. Вот разговора, да? Во-первых, я понимаю... Есть какие-то портфели, которые вы наметили для себя? Нет, нет. Мы все выборы декларировали одну единственную тему о том, что мы считаем, что коалиции в новой, демократической, которую так вот ожидал и сделал украинский народ, не должно быть ни в коем случае квот и квотного портфеля разделения. Потому что, поверьте мне, как экономисту, ноябрь, декабрь, январь и февраль потребуют от страны достаточно грамотных, достаточно профессиональных действий. И поэтому мы считаем, что должны быть профессионалы. А как вы видите коалицию? Как долго это продлится? У вас тоже большой политический опыт. Вы понимаете приблизительно, вот как это все работает там, за кадром, в кулуарах? Вы знаете, мне кажется, что тут надо понимать такой вариант. Коалицию, конечно, вимагают сегодня граждане Украины. Мы проехали абсолютно все области Украины, пятерка партий заступ. И я вам хочу сказать, что люди просто вимагают уже залагодженных действий. Не конкуренцию один с одним за портфели, за какие-то амбеции и так далее. Люди вимагают объединения заради збережения Украины, это раз. Заради реформ, это два. Заради серьезных изменений, не косметических, не симуляций, не показовостей якоїсь, а конкретных реальных действий. Я вам хочу сказать, что если этого не происходит, и парламент не может сформировать такую действительную, объединенную, солидарную по отношению к реформам, до этих изменений, коалицию, у этого парламента не будет. А что будет? Будет третий Майдан? Вот мы с гостями говорили сегодня. Вы знаете, очень сложно прогнозировать, что будет, но я точно знаю, что такой какого-то спокою владе громада не даст. Это точно. Простите, у нас Одесса есть. Мы услышим сейчас, что там наш корреспондент на связи, Андрей Анастасов. Нужно говорить мягко. Это Одесса. Одесса. Ну, я сам из Одессы. Знаете, я все-таки разбираюсь, как о моем родном городе говорить. Спасибо за замечание. Андрей Анастасов из Одессы. Это я с любовью сказала. Да, я тоже с любовью. Спасибо. Андрей, как в Одессе выборы прошли? Что там? Потому что тревожная информация и разноречивая поступала. Насколько я знаю, в самой Одессе сейчас обстановка более-менее спокойная. То есть, да, конечно, тоже были зафиксированы множество нарушений различных. Но вот мы сейчас находимся не в Одессе, мы находимся в Одесской области. В Одесской области один из самых проблемных округов. Это 138-й. Его центр находится в поселке Ширяево. Это на север от Одессы. Здесь в борьбе склеснулись два кандидата-мажоритарщика. У одного Ивана Фурсина, это действующий народный депутат от этого округа. У него высокая популярность среди местного населения. Около 40%. А у второго Игоря Учителя, это кандидат от власти. У него за спиной мощный админресурс и прочие рычаги влияния. В ходе предвыборной кампании учителя неоднократно ловили на подкупе избирателей. Кроме того, местные чиновники также попадались на том, что агитировали явно и незаконно за его кандидатуру. И вот поэтому сейчас такое противостояние. Ловили также на этом, на незаконной агитации даже председателя Одесского облсовета. Чего уж говорить об обычных госслужащих, которые здесь в районах работают. Собрали их всех в районную администрацию. Потом по одному вызывали. Давали такую взбучку, такую накрутку, что мало не показалось людям. И, естественно, правовластного кандидата. Превозносили его выше небес и в то же время пускали кандидата самого движенца в этом округе. Именно массовых нарушений в день голосования опасались наблюдатели. И некоторые из этих опасений сегодня все же подтвердились. Так зафиксированы были такие случаи, когда в ряде сел людям от провластного все того же кандидата продавали газовые баллоны, например, вдвое дешевле, чем они стоят на рынке. И также таким же образом реализовывали бензин. По нашим данным, в момент реализации данного топлива происходила предвыборная агитация. Заодно еще предвыборная избирательного процесса. Кроме того, сегодня на 138 округе также множество нарушений фиксировали международные наблюдатели из Польши и Соединенных Штатов Америки. Они также работали здесь в течение дня на округе, в том числе и в Ширяево. Сейчас сюда постепенно начинают уже привозить протоколы. Ситуация на самой окружной комиссии пока спокойная, без происшествий. Но в то же время появляется такая информация, пока она еще не подтверждается, что кому-то могут не понравиться реальные результаты голосования и могут каким-то образом вмешаться в процесс подвоза, бюллетеней протоколов и также в процесс подсчета голосов. В понедельник, в первую половину дня, во вторник может сложиться действительно острая ситуация. На тех комиссиях окружных, в первую очередь, где наиболее непримиримая борьба и где наименьший разрыв между кандидатами. Ситуация действительно, к сожалению, накаляется с каждым часом. Поэтому мы остаемся здесь, будем дежурить, следить за ситуацией напряжения всей ночи. Студия. Спасибо, Андрей Анастасов был с нами на связи из Одессы. Я должен принести свои извинения. Мне говорят режиссеры, что у нас два международных спутника висят. Мы вынуждены поговорить с нашими корреспондентами. Извините. Хорошо, хорошо. У нас, к сожалению, нет больше времени для того, чтобы поговорить. Еще раз извините. Вера Ивановна, Александр, спасибо, что были в нашей студии. Спасибо. И есть реакция иностранных дипломатов на выборы в Украине. Посол США Джеффри Пайет заявил сегодня. Имели честь наблюдать украинскую демократию в действии. И поздравляем украинцев, ждем оценок наблюдателей. Президент Совета Европы Ягланд считает, что сегодняшние выборы стали четко выраженным желанием украинского народа. Мира, демократии и единства и приветствуют эти выборы. Приветствуют также обязательства Петра Порошенко и Арсения Яценюка проводить демократические реформы. Ну, вот такова реакция мира. Мы продолжим. Из Соединенных Штатов в эти минуты с нами на связи Дмитрий Иловский, наш корреспондент. У него узнаем последние новости. Дима. Дима, в Америке вообще всего 4 избирательных участка. Но, пожалуй, самый главный находится здесь, в Вашингтоне. Кроме пункта для голосования, здесь есть еще и пункт для сбора помощи бойцам АТО. Подают сувениры с украинской символикой, полученные деньги потом отправят на родину, в Украину. Многие местные, конечно, с интересом останавливаются, спрашивают, что здесь происходит. Но, в целом, надо сказать, Америка во всех смыслах далека от Украины. В заголовках новостей тут по-прежнему Эбова, ну и еще промежуточные выборы в Сенат Америки. До них всего 10 дней. За Украину тут, конечно, в целом переживают, но вот за такими тонкостями внутренней политики как-то не очень следят. В отличие от прошедших в мае президентских выборов. А вот американские политики, конечно, сегодня ждут новостей из Украины. Уильям Гринмиллер, легенда дипломатии, посол США в Киеве в период правления Клинтона. У него с выборами в Раду связаны довольно большие надежды. Надеюсь, что выборы будут свободными и честными. Это станет доказательством того, что Украина существует как нация. А еще это мандат правительству, которое сможет продолжать реформы и работать над украинским будущим. Взоры обитателей Капитолийского холма сегодня также обращены на Украину. Парламентарии, надо сказать, и республиканцы, и демократы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в Украине демократично и прозрачно. Вот Госдеп на неделе заявил, что высоко оценивает усилия по подготовке выборов, а также готов продолжать помогать с реформами и антикоррупционной борьбой. Но вот пока что помощь только такая. Дима. Спасибо, Дмитрий Иловский, с нами на связи из Вашингтона. И давайте сейчас послушаем, что говорят в Брюсселе, что говорят в столице европейской дипломатии. Там София Гордиенко. Софа, тебе слово. Дима, такое впечатление, что европейские чиновники всерьез опасались, что все, что они скажут, будет использовано против них. А поэтому всю неделю молчали, чтобы случайно северный сосед не обвинил их во вмешательстве в дела Украины. Такие обвинения звучат постоянно, то с одной, то с другой стороны. Единственное, чего здесь ожидают, это чтобы выборы были честные, о чем не раз заявляли лидеры ЕС. Молчала, кстати, накануне и местная пресса. И вот только что я видела прямо сейчас по всем новостным агентствам молния под заголовком «Украина – чистая победа про западных сил». Посыпались также и твиты от журналистов, работающих сегодня в нашей стране. И первое место по ретвитам занял Дарт Вейдер, у которого возникли проблемы на избирательном участке. И, надо сказать, что фанаты «Звездных войн» всерьез расстроились, мол, увы, сила была не на его стороне. Ну а результаты экзит-полов здесь, на Западе, считают очень даже и очень обнадеживающими. Студия. София Гордиенко из Брюсселя. Вот такие новости. И дальше, если есть возможность, давайте с Британией поговорим. Что там на Таманном Альбионе? Ух, у нас есть Германия. Хорошо, тогда Татьяна Луганова, Берлин. Да, Дим, если сравнить эти парламентские выборы с президентскими, разница, конечно, есть, и она заметная. Первое, что бросилось в глаза в мае, когда голосовали за главу государства, здесь, возле посольства Украины в Берлине, практически весь день стояла длинная очередь. Сегодня, я бы сказала, ажиотаж был умеренным. Люди шли голосовать, но не так активно. Если же говорить о реакции Германии на сегодняшние выборы, то интерес к ним со стороны немцев вообще не сравнить. Если президентские были темой номер один и в прессе, и в телевизионных новостях, то о выборах парламентских вспоминают скорее вскользь. Сегодня на первых полосах другое. Беспорядки на демонстрации в Кельне и европейские банки, которые не прошли тест на финансовую устойчивость. Что пишут об Украине? В основном статьи шаблонные. Во всех попытка спрогнозировать результаты и, собственно, развитие ситуации после выборов. Чего ждут? Эффективных реформ и борьбы с коррупцией. Об этом пишут и журналисты, и открыто говорят политики. Результаты голосования они, конечно, будут комментировать и оценивать уже после официального оглашения. Но Ангела Меркель еще в начале октября недвусмысленно заявила. Она надеется, что после парламентских выборов украинские власти всерьез возьмутся за реформирование страны. И вряд ли канцлер изменила свое мнение. Дима? Ну, вот такие новости из Берлина. Спасибо Татьяне Лугуновой. И есть у нас еще на связи Британия. Там Оксана Кундеренко. У нее тоже узнаем, что думают на туманном альбионе Оксана. Великобритания Об этом, в частности, писала газета «Санди Таймз», это он на 34-й странице. Вот сейчас, поздним вечером, после закрытия участков, я знаю, что представителей украинской дипмиссии пригласили на интервью на радио BBC. Остальные медиа, скорее всего, больше о выборах будут говорить завтра, когда появятся первые результаты. Ну, а официальный Лондон сделал одно единственное заявление устами министра иностранных дел Филиппа Хамонда и накануне голосования. Он приветствовал стремление украинских властей обеспечить право голоса наибольшему количеству избирателей, учитывая беженцев с Востока и аннексированного Крыма. Я отметил, что прозрачность выборов отслеживают представители миссии АБСЕ. Британцев среди них в Украине работает 2300. Дима. Спасибо, Оксана. Оксана Кундеренко. Ну, вот такова реакция Запада. Мои коллеги, наш международный корреспондент, следят за тем, что происходит. У нас новые гости подъехали. Проходите, пожалуйста, в студию. Борислав Береза, правый сектор, и Вячеслав Константиновский, кандидат в народные депутаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Народный фронт. Народный фронт. Скажите, а как ваши результаты на этих выборах? Есть уже какая-то информация? Ну, знаете, сейчас очень многих кандидатов принято друг друга поздравлять до того. Я хочу дождаться официальных результатов и потом сказать. Хотя настроение у меня хорошее. То есть предварительные цифры? Предварительные цифры хорошие. Борислав, как у вас? У нас тут гости спрашивали про меня. То у вас будет ли Береза, во-первых, да, и какие-нибудь результаты? Ну, могу сказать, что более грязных выборов не было. Во-первых, это первые выборы в моей жизни. Но я просто попав внутри, понял, что мне не очень нравятся правила игры украинской политики. Они абсолютно мне не нравятся. Более того, сейчас мы провели по экзит-полам. У нас отрыв уже более чем 9% был. А сейчас закончилось пересчитывать уже, по-моему, 9 участков. Полностью закончились. Дали протоколы с мокрыми печатями. Наш отрыв увеличивается. Это приятно как бы констатировать. Но с чем мы столкнулись? Мы столкнулись подкуп, мы столкнулись борщеварство, мы столкнулись раздача листовок с логотипами наших конкурентов. Мы столкнулись с карусель, классическая карусель, никуда не делась. И это печально говорить, потому что люди, которые идут в новый парламент, ведя за собой старые принципы и старые технологии, это отвратительное зрелище. Однако у меня есть надежда, что новый парламент все-таки это будет шаг не просто вперед, а это первый шаг на пути возрождения Украины. Ну, вы знаете, мы про новый парламент как раз с вами поговорим. Буквально через минуту у нас есть Северодонецк на связи. Там есть представитель одного из окружкомов Юрий Марьин. Да, спасибо большое, что присоединились. Скажите, сложная точка, как прошли выборы, какова у вас ситуация? Ну, выборы прошли на достойном уровне. Правда, грязновато для города Северодонецка, который вообще-то поражался всегда очень чистыми выборами и достойными. Особенно мне поразило то, что было давление на окружную комиссию. Наши фотографии были расклеены через границу Брянки, Волчевске, Стаханове, где за нас предлагалось по 100 тысяч гривен или объявлялась смертная казнь. Поэтому вот это давление психологическое на окружную комиссию оказало такое, ну, кажется, маленькое, конечно, воздействие на наших членов комиссии. Но оно не очень хорошо отразилось на самой атмосфере выборов. И кандидаты, которые боролись за место под солнцем в Верховной Раде, ну, немножечко переборщили с тем, что оказывали не только давление на окружную комиссию, но и грязные технологии, которые произошли в городе. Особенно я не буду останавливаться на отдельных кандидатах, но скажу, что мы, как окружная комиссия, очень недовольны одним из кандидатов. Это Бакулик. Потому что грязные деньги и то, что он применял к нам, ну, конечно, ему не принесут пользы. Ну, а так выборы прошли примерно в небе. Мы примерно получили 23 668 голосов. Это около 20%, ну, чуть больше 20%. Это очень мало. Но при той атмосфере, которая, вообще-то, происходит здесь... Спасибо большое, что при той атмосфере, в которой вы работали, вы это все выдержали. Спасибо за вашу работу. У нас есть еще одно включение. Ирина Баглая, она из Краматорска. Ир, какова последняя информация, насколько серьезная обстановка? И вот только что до тебя представитель избиркома говорил о том, что выборы были грязные, компания была грязная, давили на избирком. С Бориславом Березой в студии мы об этом начали говорить. Были ли у вас случаи, примеры, насколько их много грязных выборов, манипуляций, фальсификаций? Да, в первую очередь скажу, что явка в Донецкой области составила почти 32%. Это нам сообщили в облгосадминистрации. В целом, выборы в этом регионе, где они были возможны, прошли без инцидентов и нарушений. Сейчас идет подсчет голосов. О предварительных результатах комиссии пока не говорят. И вот поступила информация. В 59-м округе на одном из участков Большой Новоселки члены избирательной комиссии отказываются подсчитывать голоса в присутствии наблюдателей. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины. И в Красноармейские члены окружкома 50-го округа на заседании в закрытом режиме приняли решение лишить наблюдателей права присутствовать на заседании комиссии. При этом под зданием, где находится окружком, собрались вооруженные люди. Мы на данный момент проверяем эту информацию и в ближайших выпусках поделимся информацией, новостями, так ли это. Но пока что это вся информация, Дим. Спасибо большое, что несмотря на поздний час ты с нами на связи. Знаю, длинный день был. Спасибо за разговор. Скажите, а вот почему мы говорили сегодня с Центрозбирковым, они сообщили, по-моему, о 18 случаях нарушений. Почему официальная информация о том, что нарушений нет, а буквально в каждом включении с вами, с вами мы говорим о том, что все грязно? Вы знаете, сейчас так принято, кто громче крикнет, того и сапоги. Дима Гордон, плач еврейского народа был на ровном месте. Я стараюсь, то есть была и грязь, все-все-все это было. Я стараюсь от этого австрагироваться, считаю, что нужно выигрывать в чистую. Когда ты говоришь с людьми, когда ты говоришь честно, то даже при этом при всем тебя победить невозможно. Вот просто я уже хочу увидеть результаты, понять, насколько я прав или не прав. Посмотрим. Но я до сих пор не могу понять, вот с каждым днем, проходя эту кампанию, почему люди так дерутся, чтобы попасть туда. Потому что с каждым днем, чем ближе был конец, и тем больше я чувствовал уверенности, тем больше груз, ответственности тебя просто придавливает. Я понимаю, что если я изберусь, значит, мне придется отказаться от роскоши, распоряжаться своим временем. Я хочу бывать, где я хочу, путешествовать и так далее, и так далее. И это должно быть жертва. А люди тратят деньги, пользуются ужасными, уродливыми, какими-то мидами, унижают себя. Ради чего? Ну, я не понимаю. Если они только не хотят принять эту ответственность. Иногда у меня большие сомнения по поводу этих людей. Ну, я могу сказать, что, во-первых, когда Центральдверком сообщил о 17 нарушениях, он написал, что 16 из них пришло по почте, а 2 было уведомлено позже. Просто стекаются эти жалобы, нарушения и все остальные петиции, они позже. То есть все будет позже, мы узнаем, и во всем более позже. Когда все ОВК примут все, когда они зафиксируют, когда они сдадут, и когда начнется дальнейшая тяжба. Мы знаем, что, например, на 217 и 223 все в самом разгаре, и более ярких, чем выборы там, событий, наверное, еще в Киеве не было. Вот могло быть на 213 примерно подобное, но представители правого сектора, СССР смогли взять ситуацию под контроль, более того, смогли нормализовать ее. Мы вчера проводили тем, что разгоняли людей, которые собираются делать карусели. И не просто отлавливали их, сдавали в представители правоохранительных органов. Все это все? В представители правоохранительных органов? Да нет, те, кто вы скручили. Мы сдавали их представителям правоохранительных органов, и более того, несмотря на особое нежелание представителей правоохранительных органов это фиксировать, мы благодарны Зорину Шкиреку, которая оказала нам содействие также в этом, и остальным всем, которые выполняли свои функции. Давайте мы от темы выборов буквально на несколько минут отойдем. У нас есть специальный материал, материал о Байдаре. Посмотрим вместе, прокомментируем, ну и потом вернемся к разговору. Это когда в один день я потерял двух лучших. Это Чеха и Гоню, которые умерли у меня на руках. Когда я видел, как уходит жизнь из человека, когда сначала он сжал мою руку, и я чувствовал, как ослабевает этот жим, как меняется цвет кожи, как пошла какая-то непонятная дрожь по телу, и как тело обмякло. Я это все чувствовал, как все передалось, фактически, автоматом на меня. Как будто сам прошел это. Очень страшно. Вот речка Айдар. В честь первого боесвлосновения на этой речке мы и назвали свой батальон Айдар, что в переводе с тюркского разведчик. Есть еще один перевод, это Сова. Поэтому на эмблеме нашего батальона есть Сова. Вот даже слышно, здесь стрельба идет. Скорее всего, с пулемета тяжело. Я думаю, наши проверяют. Я вам скажу подверто и честно, мне страшно завжди. Каждый бой, чем опция, это возможность померти. Поэтому, ну, я не знаю, кому не страшно. Нет, может, кому-то и не страшно, но мне завжди страшно. Но знаете, страх – это такая штука, если он тебя победит на каком-то этапе, он тебя уничтожит. Здесь все люди. Только по зову души, по зову совести, потому что не могли лежать на диване. Вообще, край очень знаменитый. Здесь недалеко происходили съемки фильма «В бой идут одни старики». Сама эскадрилья здесь стояла, поэтому место знаковое. И думаю, что знаково то, что мы здесь приняли первый бой. И нам это будет путеводной звездой. Во время вчерашнего обстрела, вот, немножко мужик-работяга наш пострадал. Слегонца досталось, правда, не столь смертельно. Но все равно, мужчины, как говорится, украшают старые шрамы. Это мужик, это трудяга. Там, в принципе, как, у нас больше женские имена дают, асковые, оружие, например. ЗМ-22, это Зина у нас. Если пулемет ЖКМ, это Дашенька. Ну, а мужик, это трудяга. Мерин наш. Сейчас дело в том, что поступила корректировка на размещение. Ну, там товарищи ховаются, вполне вероятно, что склады и всякая такая гадость. Сейчас мы их отработаем с укрытия. Ну, а если будут хорошие взрывы, значит, попали. Ну, а так, по крайней мере, хоть напугают. Когда буквы 2 стояли, ГАЗ-66, Опель Фронтера, зомботех вышел на улицу, и тут разрыв мины. Что в 66-м, что в Опеле, ну, минимум по 200 осколков. Вот. В зомботеха посеченный полностью бронежилет. Вот. Его контузило, но на теле ни одной царапины нет. Вот это фарт. Машина спасла жизнь. Колеса, правда, она уже поменяли. Эта она стояла возле 66-го. И основную массу осколков получила автомобиль. Можете посмотреть. Стекла, все покурочила. Ну, двигатель. Целый, будем его восстанавливать. И останется, как парень. Он пойдет в музей батальона, как автомобиль, который участвовал в боях. Думаю, что если бы не Барбольдские батальоны, то товарищ Эсенюк строил бы стену уже не здесь, а строил бы где-то в районе Киева. Альдар наносит удар. Народ обидеть не дадим. В борьбе священной победим. Альдар наносит удар. Комбат веди. С тобой не страшны беды. Труба небесной сотни протрудила в бой. Вновь по Крещатику пройдет парад победы. Победы над языческой ордой. Альдар наносит удар. Народной армии бойцы в рядах и дети, и отцы. Мы украинцы, мы альдаровцы. Изначально это место выбиралось, чтобы оно было тихое, укромное. Чтобы нас никто не обнаружил. Мы тихонько здесь изначально тренировались, чтобы про нашу базу никто не знал. Вот поэтому было выбрано такое место в ложбинке с высотками для выставления секретов. А там был секрет в поместье. Я в этом секрете сидел не одну ночь. И замерзал, как собака. Да, Коля был одним из первых, первых пять человек, которые пришли в батальон. Вот он пока один остался. Вот, из первого состава. Мы так взяли все в руки, да, и стали вспоминать, как в армии служили. Это была первая ночь батальона Айдар. На следующее утро комбат говорит, так, отсюда снимаемся и едем в Белокуракенский лес. И мы приехали сюда, шесть человек нас. Потом еще откуда-то люди взялись, я не знаю, еще пять человек. Нас осталось, с ним 11. А комбат, на этой маленькой машине, Матис, Део, Матис, так вот фигура здесь, фигура там, уехал. Раз, приехал, что-то привез. Вот она, ласточка. Вот она, ласточка. Народ прикалывался с этой машиной, потому что это был вездеход. Он заезжал на любую точку, на горку, где мы там секреты стояли у нас. Вот так, в начале мая, на этом месте меня провожал Сергей Николаевич. Загрузил эту машину продуктами питания, всем первым необходимым. И мы поехали дальше в леса партизанить, формировать батальон. Да, и четыре бронежилета с берцем. Вот это все снаряжение всякого начинался. Путь, наверное, Сергея Петровича и батальон Айдар сегодняшний прославленный. А в это время в город въезжали сепаратисты уже. Вот, группировка мозгового заходила в город. Добрый вечер, добрый вечер. Это самая знаменитая карта, видите? Да, по этой карте мы тогда разобратили план взятия боя за счастье. А это мы из космоса делаем, это мои разведники. Группа в составе 50 человек выдвинулась на автомобилях легковых. Перед городом все спешились. Еще дальше весь город прошли пешком. То есть, сначала передние блокпосты их были взяты, далее прошли по городу. На первом блокпосту были уничтожены группировки. Основные инфраобъекты это мост и ТЭЦ. Поэтому следующим маневром был отрезан им подход к ТЭЦ, чтобы они ничего не сделали. Ну и под самое утро уже был взят мост, включая, работала армейская авиация. Это было все согласовано. То есть, пехота не шла до тех пор, штурмовые отряды не шли до тех пор, пока не отработала штурмовая авиация. Отработала штурмовая авиация, за ней пошла пехота, которая взяла мост и отрезала, и не дала им взорвать его. Это основа была. Вы, по счастью, сволота полили. Меня нет вас, по счастью, стрелял. Меня люди покалечили, вбили. И народ вас за это поклинал. Вы и выродки. Вы не и люди. Чему льете безвинную кровь? Всего вам. Мы не можем забыть. Будьте прокляти. Знову и снова. Вот такие вишки. Родился за Уралом. Вырос под Одессой и в Западной Украине. Учился в Харькове. Преподавал в Харькове. Сложно сказать. Четыре языка. Откуда я? Здесь настоящая семья. Такого коктейля с разных интересных личностей не найдете просто нигде. У меня в подразделе есть науковцы, например. Есть люди абсолютно разных профессий. Это очень интересно и интересно наблюдать их за оружием в руках, когда они защищают свои земли. Оружие должно быть всегда чистое. Потому что оружие солдата это лицо. Ну а почему на передовое? Потому что у меня есть идея. Сильная страна. Независимая страна. Как говорил один политик, у меня есть мрия. У меня тоже есть мрия. Меня достало. Меня достало, когда я поехал на Майдан. Той раз меня достало, когда полезли сюда. В моем жизни есть юрис, офисный работник. Ну, что они в Снепровом? В Снепровом война началась. Ось я хочу вам показать как раз. Ось место подрапливания. Граната. Можно побачить, что она делает. Разлетаются осколки. Осколки. И они наносят ушкоджения. У меня, когда начинается чувство, что не надо того делать, у меня начинается какое-то непонятное чувство в теле, когда второй раз надо было брать Красный Яр и посадить туда 12-й батальон. Мы не пошли, а послали разведку вечером. Нас тоже там ждали уже по пути. Перед этим тоже сработала чувство, потом уже Красный Майору. То есть груза нас ждала, был день перед этим. А мы их уже взяли тепленькими. Вот такая была чувство, и она сработала, и успешно привели операцию. Бою под Георгиевкою. Ворожий танк выстрелил у меня и в моей группе. И там было много паральних, много загибших, в том числе и ядром осколковых паральних. Да нет, до смерти неможливо пройти. Героям легендарного и неустрашимого батальона Айдар. Думаешь про хлопца, про вспоминаю всех. Начинаючи от металлиста, где первые пішли у нас втрати. Можем в себе батальонную авиацию. Пять польотов розвитки было. Был обстрелянный, десь больше десятка раз. Лотается это очень быстро. А вот если уже механизмы летят, уже немножко гирше. Свои пилоты. Там обещали даже, что МИ-8 для перевезения поранених, эвакуации поранених. И я спонсор решил подаровать экипажу. Ласточка. В начале, когда только все начиналось, Надя, Савченко, Пуля. Надюшка, твоя лавочка ждет тебя. Перед боем на металлисте она пришла сюда и присела и говорит, Вот я хочу купить, говорит, хорошие голландские сигары. И говорит, сесть здесь вечерком, когда рыбка плечется. Говорит, и закурить. Надюша, сигары есть, мы тебя ждем. Мы все делаем для того, чтобы ты быстрее вернулась. Жита, важно, чего ты так живешь. И не важно, если ты в животеешь. Когда ты тверден, ты кроками идешь. Не плазуешь, и в жаху не млеешь. Когда долю свою делаешь сам, когда сердцем за ночь борешься, делаешь то, что нужно всем нам. И смотрите, в очи всем смеешь. Любой приказ, кроме приказа на отступление. Прежде всего, хотелось бы передать привет сыночку моему Егору. Сын, если ты меня смотришь, если ты меня видишь, я знаю, что я в этой жизни тебе сделал много плохого. Сын, прости. Жене своей хочу передать привет, тёще своей хочу передать привет. Всем тем ребятам, опять же, всем тем волонтерам белоцерковским, которые помогают мне. Да и вообще, про всем жителям Белой Церкви. Ребята, привет. Мы живы. Я думаю, что в скором будущем мы будем всё-таки дома. Надо быть холоднокровным, но оно потом, потом вылазит. Бессонными ночами. Криками, сединой. Что самое простое. А чтобы дальше, ну, это самому Богу известно. Урубаешься просто и отключаешься. Сны очень, не очень редкие. Вот. Просыпаешься, бывает просто крикер. Раз проснулся и... Услышал, что сам с собой или разговаривал, или кричал. И непонятно почему. Украина будет наша. Была целостная, невредимая. И кордоны её будут неделимы. Мы вернём Донбас. Мы вернём Донбас обязательно. И Крым вернём. Для этого мы взяли оружие в руки. Борислав Вячеслав, хотел вас спросить. А вот мы сейчас смотрели с вами вместе. Вот такое ощущение, что две параллельные реальности. Тут кто-то портфели делит, там говорили о голосах. А ребята, они о победе, о том, как дальше быть. Вот нет ощущения, что действительно как-то мы в двух параллельных плоскостях, которые вообще не пересекаются? Мысли о двух параллельных плоскостях приходят и там, на востоке, и когда вспоминаешь ребят, и когда винограды, коренёвка, вот эти вот районы. И ты видишь людей, которые выходят во двор, многие плохо ходят, пожилые люди. Людям не за что жить, не за что покупать лекарства. Детские садики холодные, больницы. И вот эта мысль о параллельной реальности возникает и в этом, и в том случае. Потому что существует какая-то элита, условно говоря, которая живёт в своём мире, и которая на самом деле плохо понимает, что происходит с остальными людьми. И я вот ещё раз говорю, люди дерутся за эти мандаты, готовы друг друга разорвать. Мне кажется, что они ответственность, многие, не все, конечно, но многие не понимают ту ответственность за вот именно этих людей, которые и на фронте, на востоке, и те, которые живут в наших спальных районах, не знаю, не в самых дорогих, да. То есть эти люди надеются, это их последняя надежда, что что-то, что-то изменится. Это настолько тяжёлый груз, это должно быть настолько ответственное решение, потому что как потом выходить на улицу, как потом идём этим смотреть, если их подвезти. И понятно, что им сразу всем быстро не поможешь, и резко всё это не улучшится. Но если не начинать, тогда вообще никогда ничего не изменится. Борислав, есть надежда, что вот эти две плоскости, они пересекутся в политике со своими интересами, коалициадами, портфелями и реальной жизнью? Вы-то идёте в парламент для того, чтобы это соединилось? Знаете, у меня в моей избирательной кампании принимали участие не только киберги, киберги правого сектора из Донецкого аэропорта, но и также несколько ребят из Айдара. И они говорят себе одну и ту же вещь. Там проще. Там нет денег, за которые здесь все дерутся. Там другие проблемы. Но их разочаровывает то, что пока они там жертвуют своим здоровьем, своими жизнями, здесь происходит какой-то делеган. По-другому это назвать нельзя. И пока некоторые голосуют за премьер-министра, другие голосуют за Украину. Самое главное, чтобы вот эти выборы не стали просто перераспределением власти, а стали первым этапом возрождения Украины. И я почему-то очень сильно уверен в том, что именно эти парни, которые сейчас на Востоке, они должны стать гарантами того, что никто не посмеет больше передавать народ Украины. Первый раз, когда нам досталась независимость, она осталась нам даром. Потом был Майдан, первый Майдан 2004 года, в который никто, слава Богу, не погиб. За второй Майдан мы заплатили небесные сотни. Сейчас мы платим тысячи жизней на Востоке Украины. Мы не имеем права больше жертвовать жизнями украинцев, патриотов Украины. Да, Бог, чтобы все это понимали. Так как вы, Центр-избирком Валентина Левицкая с последними данными. Давайте сейчас услышим, что там по явке. Да, Дмитрий, сейчас уже цифры практически близки к 100% по явке. Можно сказать, что уже почти 53% это именно то число, которое характеризует среднюю явку по стране. Самыми активными оказались жители Львовской области. 70% избирателей пришли на участки. Самая низкая явка по вполне понятным причинам в Луганской и Донецкой областях. Это 33% и 31%. Можно сказать, что несмотря на ту опасность и ту сложность, которую там переживают люди, это все-таки достаточно высокая для тех условий, для тех областей явка. А вот одесситы показали какую-то не слишком высокую явку. Говорят, это традиционно. Всего лишь 39% избирателей пришли на участки. И вот Центр-избирком начал получать уже первые результаты самого голосования, итогов голосования с зарубежных участков. И вот есть вот такой нюанс, не очень приятный, я бы сказала, в Москве, где зарегистрировались 50 тысяч украинских избирателей, пришли выбирать новый парламент всего лишь полтора процента. Это чуть больше 800 человек. Вот такими оказались неактивными наши сограждане в Москве. И что характерно? Из-за того, что Донбасс оккупирован, часть Донбасса, из-за того, что там идут бои, из-за того, что там люди боятся идти на выборы, и из-за того, что Крым находится под оккупацией, в итоге в новый парламент не придут 27 депутатов-мажоритарщиков. Это уже окончательно понятно. Однако заместитель главы Центр-избиркома Андрей Магера заявил, что такая ситуация в Украине не впервые. В 1994 году Рада второго созыва также работала в неполном составе, и это никоим образом не сказалось на ее легитимности. Поскольку по Конституции Верховная Рада считается правомощной, идееспособной, если получают мандаты, если выбираются две трети народных депутатов, и не меньше. В нашем случае это именно так и будет. И поэтому можно сказать, что никаким образом отсутствие этих мажоритарщиков не повлияет на законность работы Верховной Рады. В Центр-избиркоме продолжают получать информацию, обрабатывать, и уже, в принципе, для публичной активности здесь все брифинги закрыты, и будут уже первые новости уже завтра в 10 часов утра. Дмитрий. Спасибо. Ну вот такие новости с Центр-избиркома. Знаете, у меня к вам последний вопрос. Не случится ли так, нет ли у вас опасения, что вы разочаруетесь и в политике, и в стране, когда столкнетесь с той реальностью, в которой вам предстоит прийти, работая в Верховной Раде? Вот если можно, коротко. Ну, взялся заглушник, говори, что не идешь. Это раз. Во-вторых, мы идем для того, чтобы менять, по крайней мере, представители правосектора и Дмитро Ярыш, которого фактически уже можно поздравлять с победой, потому что, по имеющейся информации, мы идем для того, чтобы менять ситуацию, для того, чтобы возрождать Украину. Мы приложим все усилия для того, чтобы этого добиться. Абсолютно согласен с Бориславом. Если не пробовать, никогда ничего не поменяется. Возможно, разочарование, но для этого и мы прошли ту жизненную школу, для того, чтобы пройти это и изменить. Спасибо, что были в нашей студии. Такими были эти подробности недели. Это Ночь выборов. Спасибо, что смотрели. И до встречи ровно через неделю в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова